Добрый день, дорогие друзья! Желаю вам всего самого оптимистичного и позитивного. Вместе мы сила, прорвемся, все будет хорошо. Прошедшей ночью 1386 человек были задержаны на улицах Москвы, Питера, других городов. 1400 человек! Ночью, без предварительного уведомления и подготовки организации каких-либо протестных акций, если 1400 человек были задержаны, то сколько человек реально участвовали в этой движухе? 5 или 10 тысяч в ночных акциях протеста. Я вообще про ночные акции протеста вообще не помню таких масштабов. Силовики при этом показали свои худшие стороны, просто худшие. Понятно, что жесткие задержания сейчас это у них такой стиль работы, но в определенных моментах они прямо нарушают закон. Например, идет толпа митингующих, рядом едут машины, сигналят. Простите, если человек едет в своем автомобиле, он может делать что угодно, сигналить, включать музыку, например, ЦОЯ перемен. Это не является нарушением ничего. Он не участвует в какой-то акции. Он не может никого заразить коронавирусом, если он там сидит в своей машине. Этих людей вытаскивали из машин. Это, мягко говоря, перегибание палки. Это нарушение законов. Журналисты. Силовики предупреждали, мы никого не пустим на Манежную площадь, там даже журналистов в центре Москвы. И когда люди пошли в другие стороны, условно говоря, гулять по центру, журналисты пошли за ними, журналистов и там хватали и задерживали. На каком основании? У нас есть закон о журналистской деятельности, ей нельзя препятствовать. Пока журналист, не знаю, не орет лозунгов, то есть сам не становится протестующим, его нельзя трогать. Если у журналистов есть отличительные признаки, там, жилетка или бейджик на шее висит, или удостоверение в кармане лежит, его нельзя трогать. То, что силовики говорят, мы никого не пустим, это не закон. Это так не работает. Типа, убил человека преступник, сказал, внимание, я сейчас его собираюсь убить, и потом убил. Это не освобождает от ответственности. То, что силовики предупредили, нет, мы не собираемся пускать журналистов, это не дает им право этого делать. Это незаконно. Они должны получить выговор, должностное несоответствие, быть с позором уволены, и все, кто отдавал эти приказы, должны понести заслуженное наказание. С лишением должностей. Кто там, полковники, генералы, плевать. Эти люди не могут работать в правоохранительных органах. Значит, ситуация жесткая. За всем этим, конечно, следит вся мировая общественность. Им очень выгодно лишний раз пнуть российскую власть. Все выигрыши на самом деле. Запад будет издеваться над Россией, устранять как конкурента. Когда Россия слабая, Западу легко выкачивать из нас как можно больше ресурсов. Меня поражают те люди. Вот сейчас мы много обсуждаем тему Навального. У меня появилось довольно много подписчиков именно из либерального лагеря. Меня удивляет, когда они всерьез говорят, вот, Навальный придет, договорится с Западом, нам все долги простят, деньги олигархов вернутся в Россию. Никогда этого не будет. Деньги олигархов уже там. Уже за границей они не вернутся. Какой дурак их вернет каким-то русским? Вы чего? Запад работает только в своих интересах. Интересы России нужны только россиянам. Вот, поэтому Западу выгодно, они могут нас шпынять. Российским властям выгодно, они могут закручивать гайки. Сколько угодно. Аресты оппозиции, у меня вот плохие предчувствия, мне кажется, что только началось все. Только началось. И я боюсь, что в ближайший год, по мере приближения парламентских выборов, мы увидим еще больше арестов, посадок, задержаний. Ситуация развивается не молниеносно, но все-таки стремительно. Значит, здесь же подключаются провокаторы. Вчера на основном канале, на аудио статьях я выпустил ролик деанонимизации телеграм-канала «Генерал СВР». Никакой это не генерал СВР, это человек, который живет на Украине, известно его имя и фамилия, можете посмотреть всю эту информацию. И если раньше можно было сомневаться, что это за информационный источник, стоит ли ему доверять, теперь понятно. Человек просто пытается заработать на нас бабла, как и ряд других информационных источников. Я ему в открытую предлагаю. Вот он пишет. Нас пытаются убедить, что мы это кто угодно, только не мы. Да так рьяно, что мы сами чуть было не поверили. Готовим прямой эфир. Всем разоблачителям спасибо. Ждем новых. Это он написал вчера в телеграм-канале после выхода моего ролика. Я отвечаю. Зачем стрим? Давай дебаты. Вопросы, кстати, абсолютно простые. Первое. Так Путин знает, кто вы. Или нужно сохранять инкогнито? Это две противоречивые позиции. Либо так, либо этак. И я в деталях показал, откуда этот вопрос берется. Этот генерал СВР запутался в собственном вранье. Второе. Что за туфтаса про взлом гугла и телеграма? То есть, этот генерал, якобы генерал, утверждает, что его взламывали. Взламывали многократно. Это вранье. Где проверяемые факты, документы, расследования? То есть, если этот человек говорит о том, что у него есть доступ к самой там суперсекретной информации, где хоть что-то, что можно проверить? Почему мы узнаем про дворец Путина от какого-то Навального, у которого нет доступа к такого рода информации? А вот генерал СВР нам ничего такого не говорит. Адреса, дворцов, например. Но наверняка у Путина есть еще резиденции. Ну дайте нам что-то, что можно проверить. Ничего подобного нет. Почему кошелек для пожертвований был зарегистрирован на украинские паспортные данные? И, наконец, зачем такому великому генералу обращать внимание на разоблачителей, на мелочь в пузатую типа меня? Я уверен, что ни на один из этих вопросов разумительного ответа он дать не сможет. Злобная провокация. Люди подписываются, люди читают, люди верят. Люди в итоге такой деятельности оказываются дезориентированы. Они не понимают, кто им врет, кто говорит правду, куда идти, куда не идти, кого поддерживать, с кем бороться. И в результате многие разочаровываются в политике. Если человек активный, энергичный по жизни, но в политике российской он разочаровался, у него одно решение. Эти люди валят из страны. Мы лишаемся таких людей, кто мог бы на самом деле серьезную пользу, вклад внести в общее дело. Если человек пассивный, он просто думает, а хрен с вами, горите вы все, вы такие же, как эта власть, что Путин, что Навальный, что Платочкин, все вы одинаково плохие, отвратительные, мерзкие, грязные. Просто пофиг. То есть для человека личное оскорбление, почувствовать себя обманутым, часто оказывается хуже, чем терпеть выходки вот этих чиновников и депутатов и так далее, и так далее. Это правда очень тяжело с моральной точки зрения. И вот эта мразь из Украины, причем там не один человек, там несколько таких. быть или вот этот генерал СВР, канал Оппозиция, канал Оппозиция 2.0 на Ютубе, у них там сотни тысяч подписчиков, в общей сумме больше 500 тысяч подписчиков у вот этих двух последних каналов. они издеваются над нами. Ладно, и последний вопрос. Мне все-таки постоянно приходят непонимающие комментарии на тему путинского дворца, тех документов, которые я опубликовал. Надеюсь, что этот ролик посмотрят интересующиеся. Если вы увидите подобный комментарий, просто отправьте им ссылку на этот ролик. Значит, смотрите. Основной вопрос у тех людей, кто вроде пытается разобраться, но что-то у него идет не так, заключается в следующем. Деньги выделялись на пансионат Туапсе, который находится по совсем другому адресу. Так я об этом и рассказал. В чем суть махинации? Вот приведу пример, аналогию, чтобы было проще понять. У меня есть товарищ, который занимается ремонтом и строительством уже много лет. И он рассказал мне очень простую схему. Как сделать ремонт в своей квартире абсолютно бесплатно? Нужно же купить, например, песок, бетон, для стяжки пола, для выравнивания стен, краску для потолка, ну, всякие строительные материалы. Инструмент, опять же. Что делаете? Находите несколько квартир рядом с вашим домом. Две-три квартиры, в зависимости от метража, должно хватить. Например, в одну квартиру требуется купить там 40 мешков для стяжки пола, песчаной бетонной смеси. Но вы покупаете, говорите хозяину, что нужно не 40 мешков, а 50 или 60. Лишние мешки, так как это же близко от вас объект, лишние мешки вы тащите к себе. И таким образом, с двух, с трех квартир вам, их хозяева, будут покупать строительный материал. То есть, они-то этого не знают, что они работают и на свою квартиру, и на вашу квартиру. Отдают деньги. Вот такая вот махинация. Махинация. Вот Путин провернул со своими товарищами что-то в этом роде. Они выделяли деньги официально на пансионат Топсе. Адрес там какой-то, по-моему, Голубая бухта. А реально строился объект, который мы сейчас знаем именно как дворец Путина. Не пансионат Топсе. Вы, может быть, подумаете, ну это просто другой корпус. То есть, понятно, что, может быть, это как филиал построили. Но нет. Есть много других признаков, которые говорят именно о том, что это попытка скрыть истинное назначение объекта. Потому что пансионата там не построено. И почему-то этот пансионат был передан в частные руки, как сейчас оказывается уже у Рутенбергов. Что по тем документам, которые я, опять же, представил, инвестиционному соглашению не клеится. Вот в чем объяснение. Деньги выделялись на реально существующий пансионат Топсе. Некоторые люди мне присылают ссылку на сайт этого пансионата. Но фишка-то в том, что это другой адрес. Вы дали деньги на ремонт одной квартиры, пансионату Топсе. А отремонтирована была другая квартира. Дворец Путина построен. Вот эта простейшая махинация на 2,5 миллиарда рублей официальных бюджетных денег. Сколько уж туда вбухали еще олигархи. Можно только догадываться. Возможно, что и цена в 100 миллиардов вполне реалистична. В этом плане очень забавно еще и познавательно послушать интервью Рыбакова. Есть такой у нас миллиардер, который, в отличие от всех этих Рутенберга, Тимченков, Усмановых и Абрамовичей, на самом деле создал свое производство. Вот это Кровли, Технониколь. Он довольно известен на ютубе. И он поэтому апарт-отелю, как его характеризовал Рутенберг, высказался очень четко и понятно. Он говорит, апарт-отель, сколько там номеров? 16? Там же спален-то совсем немного. 16 номеров. Если одна ночь в таком месте будет стоить миллион рублей, а еще лучше миллион долларов, тогда, может быть, это окупится. В противном случае это невозможно. Это убыточный, катастрофически убыточный проект. Это не апарт-отель. Они врут. Даже с точки зрения бизнеса, не с точки зрения документов, а с точки зрения бизнеса, там невозможно вести бизнес такого рода. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь. Будем следить за развитием событий. До новых встреч. Пока.